так приветствую всех сегодня будет у нас продолжение разъебов по работке вот и сегодня я вам пытаюсь попытаюсь доказать что для того чтобы иметь право ходить на работу просто иметь право ходить на работу в россии вы должны платить и порой больше чем вам блять и порой больше чем у вас зарплата ну вот на моем примере соответственно мы проверим естественно многие могут сказать что володя ты там раньше же топил заработку да но раньше у меня была зарплата полторы тысячи долларов а последнем месте работы 350 без премии полторы тысячи и 350 вот но но спасибо солнцеликому президенту мира нашему любимому что он все это предвидел это это блядская капиталистическая говно он все предвидел и специально создал самые лучшие самые высокооплачиваемые места для работы для настоящих мужчин боже царя храни вот и теперь мы начнем нет перед началом ролика хотел бы сказать что открыл платную телегу специально для ирошников и хвостовиков хвостовиков в особом порядке потому что мы там разбираем почему у этого человека ирошка получилось у этого хвост и возможно очень скоро мы наткнемся на различие вот и будет очень неприятно если вы проебете это за 500 рублей потому что некоторые умудрились за бесплатно проебать ирошку за 2000 за 5000 вот и сейчас вот понятно что в отрицании сидят но тем не менее будет очень неприятно ну такая вот история а дела идут в принципе неплохо вроде все плюс минус получается так вот в рашке для того чтобы ходить на работу ты должен за это платить да да не удивляйтесь и на примере моих расходов по карте я вам сейчас расскажу почему это так то есть опять же с прошлого видео проработку я там рассказал что как не особо дела идут у наших великих бумерских о пардоните как мне сказали это поколение пепси колы сейчас пошло вот но блять не бумер проще называть як сорян я с деревни я в терминологии вот этой вашей интернетовская я не шарю вот я только за расширенный оргазм шарю и все вот это ну прям пиздец очень сложно порвать сложно за эту хуетой следить трендовые на там меняется каждые полгода так вот когда вы выходите на работу вы не можете выйти на работу с нулем рублей почему потому что зарплату вам будут платить по истечении какого-то времени ну обычно работодатели платят два раза в месяц вот но иногда там есть знаете испытательные сроки в жопу выебательные сроки короче там все что угодно лишь бы вам не платить бабки там половину зарплаты и плоть и прочее и представляете вы выходите вам говорят ну первый месяц ты ничего не будешь получать а ты уже тратишь на транспорт ты уже тратишь на еду на работу потому что ты уже въебался по времени потому что не успеваешь делать работу по дому если ты один живешь а если ты если у тебя семья то ты вообще долбает просто просто забей на просто даун вот это вообще это вообще ебнуться можно и поэтому как бы для того чтобы ходить на работу ты должен платить деньги да да не удивляйтесь мы сейчас будем смотреть сколько этих денег вы будете платить на экране у вас представлена выписка расходов вот там короче так сделали грех походу понял что ебучий рабосход научился пользоваться графиками и выпилил нахуй из вера график который я хотел вам показать что потому что там наглядно прям я работал столбики высоко я перестал работать столбики просто в два раза ниже нахуй а здесь как придется рассматривать так это тяжело парни будет но реально и так как только вы выходите на работу у вас первым встает вопрос транспорта на чем ездить вы можете конечно сказать володя найди себе работу под боком и ходи туда но нам же нужно как бы более-менее высокооплачиваемую работу а под боком высокооплачиваемой работы как правило не только правило высокооплачивается там где выше товарооборот это там оптовые организации там какие-то заводы и прочее в таких сетках как правило зарплаты очень маленькие ну и тем более тем более что у меня опыт работы на складах тут как ни крути они не будут ну складов столько нету чтобы просто поджог они нахуй были это во первых во вторых они как бы обычно за чертой города потому что большие эти большие помещения стоят дорого в городе а за городом дешево и тут как бы как ни крути все равно подсосешь вот и так что первое первое это транспорт на самом деле тут его этого транспорта нету почему потому что меня возила любовница но мы смотрим что а по такси каршеринг 4739 рублей вылезла причем я 12 раз ездил за месяц получается и это очень мало почему потому что опять же повторюсь любовница возила из но типа постоянно какая-то хрень постоянно то опаздываешь блять на маршрутку то они переполнены то они просто не едут этих ты ты хочешь не хочешь ты просто это такси блять заказываешь потому что опоздание на работу что правильно карается штрафом при зарплате 40 тысяч ну окей у меня у меня даже было 35 но плюс премии там конечно же выходило побольше но смысл в том что а если бы не премии то у меня выходило бы 35 ксов вот а теперь спрашиваем у путина каким способом я должен размножаться пачкованием вот или чем делением может быть размножаться надо спросить уточнить вот может я еще и фотосинтезом питаться должен потому что в супермаркетах отличие отлетает здесь вот 12 тысяч рублей но как вы видите 14 операции то есть остальное все остальное все оплачивалось налом вот поделите ну просто прогрессию возьмите 14 операции 12000 короче где-то 1000 в день и того тридцатка на жрату просто бам приехали и причем причем когда вы когда вы работаете вы не можете себе позволить нормально жрать готовить у вас просто нет времени вы пришли быстро себе захуярили этим сосиски блять чем-то пожрали что-то а туда-сюда хуяк уже 12 ночи такой о блин а что за хрень и и от такая же история с такси каршеринга вы выходите на работу этих никаких нахуй автобусов нету вызывать вы вызываете такси а это вообще постоянно бывает либо выходите с работы летом вы можете пройтись там пешком по приколу а зимой у вас вариант ехать в автобусе два с половиной часа нахуй по пробкам просто в жарище блять с цыганями хачами блять всеми делами либо такси вызвать и доехать за 20 минут то есть парня на такси мне ехать было до работы без пробок 15 минут то есть я достаточно близко жил но из из-за охуительного просто менеджмента по логистике обосранного кто он там губернатора я добирался до места работы блять на автобусе два часа два с половиной часа но опять же меня любовница возила но если не возила там вообще был бы швак опять же когда вы работаете то есть допустим когда вы не работаете вы можете себе прийти закупить там нахуй пол мешка картошки там какую я не экономлю тут понятно что экономии нахуй не пахнет вот но тем не менее вы можете набрать продуктов набрать мясо какого-то там до килограммов пять закупить сразу захуярить себе холодильник и просто готовить самому но когда вы в ебайте у вас нету времени на на вот это все приготовление вы встаете на пусть 7 утра для того чтобы попасть в 9 на работу работаете с 9 до 6 постоянно нахуй задерживайтесь там допустим там до 7 ноуте я не задерживался но тем не менее это практикуется постоянно до 7 задерживайтесь и два с половиной часа и вашите домой уже пол девятого 9 вы что-то сделали хуяк уже 11 12 уже спать пора понимаете и вы просто дома три часа было три нахуй часа не считая сна вы бываете дома охуительно я считаю что охуительно слава солнце ли кому слава за 350 долларов я мечтал нахуй а такой блять работе соответственно когда вы работаете в коллективе постоянно кто-то срется сытся у кого-то дети блять болеют и хуяк медицинские услуги потому что вы тоже болеете вот я щас не работаю и не рад но один раз что-то было один день я там повалялся и все когда я работал блять каждые полгода какая-то хуйня блять нападала на меня следующие декабрь ну тут понятно что тоже не пахнет экономии но типа тем не менее опять 14 операции на 11000 ну считайте 1000 в день и тут у нас опять такси каршеринг теперь уже чуть поменьше и тут у нас об одежда и обувь у нас вырисовывается 5 кэсиков а все почему а все потому что вы на работе бегаете как нахуй прокаженный постоянно что-то где-то зацепились где-то порвались и одежку вы покупаете там завидной чистотой опять же я вот не работаю полгода у меня одежда такое ощущение что она нахуй вечная стала блять а вообще не рвется а до этого я каждый до каждые три месяца постоянно одежку то и покупал у меня в основном проблемы со штанами были потому что но ноги у меня достаточно массивные они близко расположены штаны протираются штаны протираются и как бы проблема с обувью тоже потому что паль в основном продается и купить что-то да даже если не поле качество обуви упала на как на катастрофе катастрофические какие-то значения они рвутся нахуй как я не знаю как будто из картона сделаны ты прошелся по улице в дождь все пиздец нахуй кроссовки мокрые ты только их купил как как это возможно и ты постоянно въебываешься когда ты не работаешь тебе вообще поебать нахуй главное чтобы не промокала все вот вообще пуху в чем ходить и на одежду обувь действительно достаточно серьезные траты можете это как бы посчитать на вот это операции людям это вообще не смотреть там в основном короче вам не нужно опыт опыты парни опыты опыта права опять же такси каршер в этот раз поменьше потому что почаще любовница возила тот раз чуть побольше но как бы все равно один хуй ну просто видите на самые такие операции я все не стал но чисто чтобы видно было опять же супермаркете кэсик в день в индополож поехали дальше опять одежда обувь 23 кэсика в индополож это это просто следующий месяц пошел это наверное январь после декабря не знаю как а ну потому что скрин делаешь этими пальцами проводишь я видно пальцем провел и ну похуй короче опять 12 тысяч 14 операций все все то же самое кассив в день пожалуйста каршеринг опять он вылез он не может не вылезать абсолютно опять нахуй аптеке опять опять заболел все все дела какую-то хуйню но общественный транспорт я не помню что здесь было а что-то как-то это она мне перестала возить а у него авария была по моему авария короче было и я тут на транспортике покатался там вроде бы немного вроде бы немного но это опять же не бесплатно нихуя и опять вы болеете за того что с ебаными тошнотиками и бабе ебаными работаете блять или хачами которые блять наркоту живут и постоянно чем-то с пидами блять какие-то какими-то болеют нахуй тифом блять чумой нахуй бубоны ты просто не можешь это просто нереально потому что приходит на работу какая-то наркоманка блять а у него все что угодно может быть просто нахуй все что угодно она и выглядит как этот блять как эскорт ну есть эскорт побаливает чем-то там ну подумаешь там за руку поздоровалась один раз там хуяк сифилис блять подхватил что бывает такое когда дома такого нету абсолютно и опять же это так такси ебаная вылазит невозможно просто без этого работать просто блять невозможно у тебя есть как вариант часик идти домой пешком да но есть как бы вариант но есть вариант проехаться на такси за 20 минут блять ну конечно же ты это потому что просто времени ты на работе нихуя не не все твое время бодрствование ты проводишь на работе или в поездке нахуй на работу это у нас апрель это я еще работал опять же супермаркеты все то же самое но тут я уже охуел начал по рейстикам ходить опять аптеке опять что-то заболел опять какая эта хуйня была непонятно хотя может быть хотя может быть это эти опыты короче сильно над не смотрим опять все то же самое здесь нету этих здесь нету такси потому что апрель я по моему уже не работал да я с марта съебался и здесь я чисто но бегал с новой каты с новой хаты на старую здесь я еще не жил в новой но под понятно что товары для дома там закупались и всякую эту хуйню тоже полно закупал прилично вот июнь июнь я уже стал жить дома смотрите десять тысяч двадцать семь операций посчитайте уже стало по пяти хаточки а почему потому что я стал дома готовить как бы это вроде бы все равно десятка но там просто я просто был расчет половина по карте половина за наличку вывод считайте 20 10 500 разделить на 27 потому что но средний человек всегда как бы ну блять редко кто набирает там на три дня вперед такое так как бы как практически каждый день ходишь супермаркет но но не немного в магазе короче но типа иногда платил иногда платишь карточка иногда наличными здесь сразу два раза просто меньше просто два раза меньше потому что берешь то что нужно торт под нужно можно приготовить вот тут я въебался на видите блять на зубы но я так понимаю что аптека это это у меня уже постоянные эти опыты были поэтому ну типа такое вот все как бы никаких такси нету никаких одежек нету ничего нету супермаркеты просто в два раза стали меньше просто два раза опять же как бы по сумме да но я как бы особо не экономил и вот 27 операции вместо 14 просто я карты не оплачивал далее июль все то же самое 28 операции 12000 но это я в питер катался такси это по моему это тоже по питеру было и но это все все это питерский это я по моему там уже был поэтому тут не особо показательно август я по моему приехал уже домой нет нет по моему это тоже питерская все короче тут 50 на 50 питерская но опять же 8 823 операции парня просто берешь то что можно приготовить все опять аптека это понимаешь это у меня все опыты были вот и вот такая история сентябрь можно было там примерно такая же картина то есть все тоже самое никакой одежки никаких такси кардшерингов здесь это потому что в питере был так бы я если бы воронинной просто здесь не совсем показательная история потому что потому что я во первых не экономлю ну а нахуя экономить если у меня бабки водятся правильно и во вторых во вторых я тут катался по питерам тут непонятно как он непонятно как считать потому что мы и такси и транспорт дороже но тем не менее ну и как бы не совсем показательно можно будет по прикалываться по угорать сделать вот насколько я проживу без потери качества жизни и я думаю там какой-то рекорд блять мира поставлю вот но тем не менее здесь на глаза видно что в магаз просто в два раза меньше стало вы не смотрите на общую сумму потому что это с карты операции 23 операции против 14 операции на 12 тысяч и я не накупал на два дня или на три дня я ну просто на один день все покупалась просто только платилась там иногда наличными иногда карты вот вся история не вот как бы в августе пожалуйста тебе я еще тут по рестикам что-то пытался ходить как-то а и транс ну короче тут такое ощущение что здесь я тоже еще был в этом в питере лавка когда я приехал я что-то уже и не помню то что я уже и забыл ну и короче и похуй вот прочего такая вот история смотрите примерно примерно как я рассчитал если я не работаю с учетом вот этого вот балласта который нам не висит когда мог love меч если я не работаю я трачу примерно вот 28 кассиков плюс 3 с копейками то есть сколько там получается 30 уху с ним там 35 тысяч я трачу вот за все плюс там это когда я работаю когда я работаю у меня уходит x2 вот этого то есть 22000 тут допустим там еще пятерочка еще пятерочка это меня возили просто любовницы и примерно на поддержание работы вот смотрите если у меня без работы выходит где-то 35 ксов но это если норм экономить как бы здесь я здесь даже не близко экономить парня тут я нахуй это подтрачивался если я не работаю 35000 если я работаю около 60000 то есть работа не покрывала блять даже мои расходы я брал деньги с консультации для того чтобы работать приколить и получается даже если мы не берем в расчет что вы там блять хоть дом хотите взять машину что-то какую семью построить там возможно то ходить на работу меньше чем за сколько но 80 тысяч где-то да это это наверное очень мало опять же по воронежу берем я думаю что где-то в 80 тысяч тогда вы будете ну тогда у вас хотя бы деньги будут оставаться возможно на что-то накопите там лет через 500 возможно это это не факт это не факт потому что может доллар там 500 нахуй рублей будет стоить хуй его знает что там салцеликом сейчас зайдет в голову уже блять вообще уже просто поехавший вот поэтому как-то так смысла работать меньше чем за 80 тысяч просто нет просто туда нельзя даже ходить вы платите сами бабки за то что работаете работодателю и получается просто в полном проигрыш вот короче как так ну кто хочет вот посчитать я как бы тут давайте также промотаем вот с ноября раз ноябрь декабрь просто примерно зацените вот это x2 умножать тоже 14 операции а ходила я каждый день это скорее всего январь просто полис пролистался апрель это я уже по моему ночи так уже работал спустя рукава понятно что вон уже 19 операции пошло то есть уже я в новую хату там переезжал по моему в мае я чисто переезжал поэтому там смотреть нечего здесь уже 27 операции на 10 тысяч просто два раза просто два раза нахуй никаких каршерингов блять нихуя нету аптека это опыт и ставили опыт у меня вообще каждый месяц поэтому я и бабки клянчу потому что выходит очень дорого вот опять же 13 28 операции тут это по моему это уже питер я катался август ну вот короче вот такая вот какая-то вот история получается для того чтобы работать вы должны платить деньги а что вы думали что вы думали блять но для тех кто не хочет если высокооплачиваемые должности который придумал наш лучший президент мира ура ура блять так на этом я с вами прощаюсь счастливо всем до новых встреч